Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, благоприятное время. Благоприятное. Замечательное время. Пятница. Пятница, коррект рабочей недели. Несмотря на то, что неделя была штормовая, ну и не первая в своем роде. Тем не менее, она приходит к логическому завершению. Сегодня пятница. Мы подводим финансовые итоги недели. И сегодня в гостях у меня Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордео Банка. Добрый вечер, Валер. Здравствуйте. И Владимир Брагин. Его, правда, еще нет у нас в студии. Мы его ждем с нетерпением. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». Поздороваемся с ним чуть позже, когда он в нашей студии появится. Еще раз напоминаю, уважаемые слушатели, для вас есть телефон в студии. Вы можете позвонить и задать свои вопросы сегодняшним гостям. Напоминаю, его номер 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Заходите в раздел «Комментарии» и пишите свои вопросы. Мы их читаем и отвечаем на них. Итак, подводим финансовые итоги недели. Ну, традиционно я начну с того, что нарисую картину маслом, что происходит сейчас на мировых финансовых площадках. Дело в том, что сегодня важная статистика по американскому рынку, по рынку труда. Значит, 1806 в Москве. Смотрим. Итак, основные индикаторы американского рынка. В небольшом плюсе «Доу Джонс» прибавляет в моменте 0,3%, S&P 500 – 0,4%. У наших тоже сегодня все замечательно. Все хорошо. РТС 1512 почти 2% в плюсе. Индекс ММВБ 1479. Текущая котировка. Ну, полтора процента, тем не менее, он сделал. Может быть, даже закроется и повыше сегодня. Сырье, сырье. Небольшое снижение я наблюдаю сейчас в бренде и в лайтсвит. Опять бренд пытается опуститься на 110 за баррель. Тем не менее, падение двухдневной давности было вчера с уверенностью отыграно. Возвращено. Ну, и опять мы болтаемся вокруг известных уровней. 110. Критический какой-то, да? Критический, не критический. Но, тем не менее, актуальный уровень. Индикаторы рынка Форекс. Ну, в частности, евро-доллар как основной индикатор. Смотрит второй день оптимистично. Выше 1.30 держится евро-доллар. 1.3057, простите. В моменте я наблюдаю, собственно, почему он туда забрался. Тестируя недавно 1.28. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Ну, и золото, как всегда, выглядит блестяще. Извините. Золото выглядит блестяще. Держится на хаяк. 1.790. Текущая котировка. 1.790 за тройскую унцию. Основной набор голубых фишек отечественных сегодня в плюсах. Плюсах. За исключением, вот я смотрю, обычка МТС сегодня падает. Спускается ниже Ватерлинии на полпроцента. Остальные все высоко держат голову. Сберман 2%, Роснеф 2,2%, АвтоВАЗ 2,5%. Видимо, в лидерах сегодняшнего роста. Итак, вот такая вот картина маслом на 18.08 Москвы. Ну что ж, давайте обсуждать все это. Валерий, давайте приступим к этому. Ну и, соответственно, начнем с того, откуда, ну, сегодняшний в частности оптимизм на финансовой площадке, как вы считаете? Ну, сегодняшний оптимизм начался, конечно, не с выхода отчета по занятости в США. Он еще практически начался раньше. А если говорить точнее, то предпосылки к этому роста появились уже со вчерашнего дня в связи с закрытием американского рынка. Дело в том, что техническая картина, если посмотреть на некоторые графики, ну, создавала определенные предпосылки для того, чтобы ожидать этот рост. И вот он каким-то образом, ну, определенным образом состоялся. И можно сказать, что вот если немножко откатиться назад, посмотреть на середину сентября, рынки тогда, если вы помните, достаточно интенсивно отреагировали в положительном плане на решение Федеральной резервной системы США. И в краткосрочном плане на рынках сложилась техническая перекупленность. И можно было вполне ожидать понижательную техническую коррекцию. Не глубокую, но вполне возможную. И, в общем-то, рынки, они эту работу проделали. И американский рынок проделал, и наш рынок проделал, и другие рынки тоже проделали. И сейчас мы вот... Можно было ожидать, что мы от этих уровней оттолкнемся. Вот, собственно говоря, с моей точки зрения это сейчас и происходит. Ну, то есть все укладывается в них и технические, да, картины. Да, то есть практически у нас вот эта неделя прошедшая была потрачена на консолидацию тех уровней, которые мы достигли где-то вот после вот этой понижательной коррекции. Дошли до них, и вот нужно было примерно недельку постоять на месте с тем, чтобы собраться с мыслями и определиться. И подождать, конечно, отчета по занятости Америки с тем, чтобы уже дальше принять какие-то решения. Вы цифры видели сегодняшние? Прокомментировать можете их? Да, сегодня я перед уходом как раз сюда и видел цифры. Был, конечно, приятно удивлен, потому что все ждали 8,2 безработицы, а вышло 7,8. Такой вопрос, что за этими цифрами скрывается вполне возможно та же причина, по которой было 8,1% в прошлом месяце, то есть, ну будем говорить изменения методики подсчета, но тем не менее, я так думаю, что пройдет несколько месяцев, об этом уже все забудут, а будут помнить цифры. Вот, и сейчас, конечно, самое главное заключается в том, что будет ли вот эта отчетность по занятости достаточной для того, чтобы все-таки воодушевить инвестиционные фонды, крупных инвесторов в первую очередь, с тем, чтобы сделать более, так сказать, близкие шаги в сторону более рисковых активов, в частности, к рынку акций. Не только, конечно, в Америке, там свое, но в частности, конечно, ждем Россию. Надеемся. Ну, как минимум, вот S&P 500 сегодня держит голову высоко, он открылся с гэпом вверх и продолжается его рост. Это как раз связано с рынком труда, я так понимаю, да? Ну да. Как минимум. Ну, конечно, когда, вы знаете, мы впервые после кризиса пересекли сверху вниз границу 8%, причем не просто пересекли, а практически провалились ниже 8%. Это хороший, конечно, показатель. А если позволите, смотрите, это хороший показатель, это значит, что ситуация на рынке труда улучшается, правильно я понимаю? Ну, номинально, если смотреть на цифры. Ну, да, номинально, естественно. К сожалению, у нас более глубоких, да, в этом случае, глубокой информации нет, но так вот я просто пытаюсь рассуждать. Итак, ситуация на рынке труда улучшается, мы смотрим на сегодняшние цифры. А значит ли это, что обещанная программа количественных теней может быть пересмотрена, ну, в сторону сокращения, потому что зачем тогда лить ликвидность, если и так все, ну, условно говоря, и так все неплохо? Валерий. Совершенно правильное опасение, ведь, собственно говоря, одной из причин, главных причин запуска программы количественных смещений, третья версия, будем так говорить, КУИ-3, была озабочена федерального резерва ситуации на рынке занятости, и Бернанке об этом говорил неоднократно, что вот это вот продолжение этой программы, начало продолжения самого главного программы, будет увязано с, будем говорить, устойчивым, с возможным устойчивым изменением динамики на рынке труда, статистики. Если, конечно, в следующем месяце, я немножко забегу вперед, мы опять увидим снижение, то тогда, конечно, станет вопрос для федерального резерва, что, может быть, уже и пора и заканчивать. И к чему? Не исключено. То есть, если экономика начнет набирать свой самодостаточный рост, то что-то плохого? Зачем? По большому счету, получается ситуация, так называемая вин-вин, либо мы получаем поддержку федерального резерва, если ситуация будет ухудшаться, либо федеральный резерв отказывается от поддержки, но тогда экономика начинает расти сама уже, что тоже очень хорошо. Это очень хорошо, но вы просто опять все это дело... Если американцы заведутся, то тогда, конечно, это поможет всем остальному миру. А что будет? Я о своем, да, вот сейчас на ожиданиях того, что все плохо и количество денег будет полно, да, от федерезерва, да, ну, на этих ожиданиях, собственно, мы видели рост как минимум двухнедельный, да, и сегодняшний, может быть, вчерашний, там, после выступления Драги. А если мы будем понимать, что программа-то может, так сказать, не начавшись уже свернуться, как на это рынок отреагирует? Может, оптимизм-то как раз и рассеется? Нет, ну, здесь та же самая аналогия с больным. Если больной начинает выздоравливать, зачем ему давать лекарства? Хорошо то, что он уже начал выздоравливать. Уже достаточно. Ну, это логично, это логично. Если ему плохо, ну, давайте еще дадим лекарства, что тоже неплохо. Кстати, тоже, что не факт, что он выздоровеет, да, после новой порции лекарств. Ну, да ладно, в конце концов, говоря о лекарствах, это врачам виднее, кто, да, фамилию врачей мы тоже знаем. Сейчас мы с вами прервемся, послушаем новости с интересом, а потом продолжим этот разговор. Ну, что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Нафинам.фм программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем финансовые итоги уходящей недели. Пятница, великолепный день. И, кстати, один из наших гостей уже в студии, что усиливает впечатление от этого великолепного дня, потому что он, как традиционно, опоздал, стоял в пробке. Ну, потому что пятница. Я оправдываю, Володь, да. Пятница, пятница, десять пятница. Итак, напомню, сегодня в гостях Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордео Банка и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». Добрый вечер еще раз, коллеги. Продолжим наш разговор и, может быть, я несколько нетрадиционно, но, по крайней мере, в тему. Значит, один из наших слушателей поторопился, да, поспешил задать вопрос, потому что мы только что обсуждали ситуацию в рынке труда, ну, результат сегодняшней статистики. Кстати, Володь, ты свое мнение, да, обещал озвучить по этому поводу. Вот сейчас это сделаешь как раз. Итак, вопрос от нашего слушателя. Его зовут Никита. Ну, прежде всего, не совсем вопрос. Добрый вечер, пишет Никита. Спасибо за вашу программу. Мне приятно это, я не мог это не прочесть. А дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы сегодняшние 7,8 по безработице США предвыборной подтасовкой данных для того, чтобы доказать избирателям эффективность экономической политики Обамы? Во как, Никита. Не, ну, что ж, конечно, когда вдруг перед выборами выходят хорошие макроданные, то, естественно, так... Это радует всех. А, да. Точно в чем-нибудь подмухлевывает. Не, на самом деле, очень любопытно было посмотреть внутри, что творится за этим снижением безработицы, да, просто буквально было время сегодня глянуть на это дело. Ну, собственно говоря, что у нас? Момент первый. Снижение, в основном, похоже обусловлено тем, что учли занятых в домашних хозяйствах, то есть так называемых household employment. И второй момент, конечно, любопытно посмотреть, какие группы населения показали самое низкое, самое высокое, точнее, снижение безработицы, да. Это оказались азиаты, да. Причем и вторая группа, которые, соответственно, пересекаются, это не имеющие там среднего образования. Вот, ну, то есть, в общем, азиатские домохозяйки, похоже, сделали такое снижение. Сделали безработицу в штатах. Без, с неоконченным средним образованием. А в целом, ну, опять же, да, тут вопрос всегда о методике, да, потому что, в общем, если действительно мы увидим такое снижение и оно будет продолжаться, да, то есть, собственно говоря, увидим стабильность этого показателя, да, то, конечно, это, тут можно только согласиться с коллегой, да. Другой вопрос, если мы увидим проколы возвращения обратно, ну, значит, ребят, это была там сезонный, случайный какой-то выброс там и так далее. Ну, собственно, пока я не очень люблю говорить о таких вот результатах после первых данных. То есть, как очень часто вот в макроданных оказывается, что первая реакция, она оказывается неправильной. Первая реакция неправильная, но у тебя реакция очевидна, рынок растет. Ну, собственно, да. А что здесь еще ожидает, да, что если безработица вышла лучшее ожидание, что рынок должен падать, даже на них того, что в следующий раз, наверное, он скорректируется. Нет, смотри, смотри, я согласен. Вообще, ну, надо говорить и о разных подходах, наверное, о разных методологиях, но тем не менее, очевидно, что, как правило, рынок неоднозначно все-таки, да, реагирует на ту или иную статистику. Я вот пытаюсь опять у себя в голове многие годы уже уложить, что хорошо это для кого или плохо. Вот хорошая статистика по рынку труда. Это хорошо или плохо? Ну, я, может, немножко не соглашусь с коллегой, да, по поводу того, что, грубо говоря, больную выздоравливать, надо прекращать дать лекарства. Я думаю, здесь все-таки немножко подход другой, да, что окончание симптомов не означает выздоровление все-таки, да, и то, что безработица оказалась чуть лучше ожиданий, да, ну, так хорошо, существенно лучше ожиданий, там, с учетом того, что действительно ниже 8% в первый раз там за долгое время. Тем не менее, я думаю, что ФРС не будет сворачивать Куе-3, вот, потому что все-таки помимо безработицы есть еще там темпы экономического роста, да, и вообще в целом, опять же, сохранение макроэкономических рисков со стороны еврозоны и, собственно говоря, Китая и других стран, собственно, о чем они вчера, собственно, можно было прочитать в стенограмме заседания ФРС, хотя там в целом, ну, скажем так, по тону этого, как бы, скажем так, этого документа, да, нельзя сказать, что ФРС очень сильно как-то прям негативно смотрит на вещи, да, но видно, что очень осторожно, очень хотят, то есть высказывать, скажем так, свое необходимость следить за всеми этими данными и на это реагировать. Поэтому я не думаю, что это будет поводом для сворачивания. А в данном случае, в таком случае, это получается действительно, как бы ситуация вин-вин, скорее всего, если ситуация улучшается. Мы еще увидим еще и КУЕ-3, ну, в общем, тут, в общем, реакция очевидна. Сплошные вопросы, сплошные засады, да, Валерий? Кстати, ну, вот я, мы сейчас, да, с вами говорим о ситуации в Америке, обсуждая сегодняшнюю статистику. Давайте вернемся днем раньше, вчера было заседание ЕЦБ по ставке, ставку не изменили, хотя ходили разговоры о том, что, ну, по крайней мере, возможность такая есть, да, что на 25 БП могут ее снизить. А вот дальше выступление господина Драги и опять оптимизм. Что, как, Валерий, как вы думаете, что вообще ждать от ЕЦБ-то? Опять непонятно. С одной стороны, да, Драги опять бьет себя кулаками в грудь и говорит, мы готовы на все, а с другой стороны, Испания не просит помощи, значит, эта готовность, она на словах, как быть здесь? Ну, было бы странно, если бы Драги выражал пессимизм после того, что он уже до этого говорил, как-то тогда бы никто... Ну, то есть, ему надо следовать, да? Никто вообще тогда не понял, что происходит. Поэтому он просто продолжает, так сказать, ту свою мысль, и свои мысли, которые он начал высказывать, по-моему, месяца два назад, что ли, первый раз. Да. По поводу того, что ЕЦБ будет сделать все возможное и, наверное, невозможное для того, чтобы поддержать евро, ну, и так далее. Ну, тут, мне кажется, надо еще одну вещь вспомнить, да, что... В случае с Испанией, вот, мне очень любопытно, как действительно будут развиваться события, потому что, действительно, инструмент новый. С одной стороны, да, действительно... То есть, его надо попробовать, как будет работать. Да, действительно, как будет работать. И, мне кажется, вот, самый такой вопрос большой, да, это вопрос торга в части условий. По одной простой причине. Все понимают, да, что проблема Испании равно проблема еврозоны. Да. Как следствие, да. Соответственно, Испания, понимая, что если она будет, скажем так, артачиться в части принятия, там, предлагаемых условий, да, то, собственно говоря, скорее всего, скажем так, регулятор пойдет на уступки, чем откажет ей в помощи. Вот такая вот... Собственно говоря, очень интересно было, помните, ситуация, по-моему, с Ирландией, когда им там все говорили, возьмите помощь. Он говорит, да не, не надо, справимся. В итоге взяли, да, но я так понял, что немножко на других условиях, чем изначально предлагалось. Ну, надавили просто на них, естественно. Нет, кстати, смотри, извини, я с тобой соглашусь, но, тем не менее, если вспомнить выступление господина Драги, вот после заседания, сентябрьского заседания, когда вот он первый раз об этом объявил, ну, они все начали об этом объявлять, он объявил, он говорил о том, что мы будем следить за условиями, то есть мы поможем, конечно, всем поможем, ребят, всем, прощайтесь только, но мы будем жестко следить за условиями. А если вы не будете наше условие выбрать, мы можем, так сказать, мимо-кассы. Вопрос, да, а как вы мимо-кассы сделаете? Вы себе проблем создадите хотите? Вот здесь, понимаете, вопрос инфорсмента, что называется, да, там, когда мы говорим об установлении каких-то правил и так далее. Да, их можно установить, их можно разработать, им можно даже следовать, но вот тут возникает вопрос, да, что если хотя бы один из, как бы, начинает, скажем так, артачиться, да, и говорит, что, не, ребят, мне что-то как-то тяжело, да ну вас... Кстати, вот, да, ребята из Греции, они еще не объявили, а я так понимаю, вот это вот откладывается. Конец сентября тройка скажет, как там Греция справляется. Конец сентября никто, тройка не говорит. Начало октября тройка скажет, пока молчок. Я так понимаю, что там есть проблема-то, она вот... То есть там что-то не так, да. Сегодня было заявление же премьер-министра Греции. Я не слышал. По поводу того, что если они не получат очередную транш-помощь, был назван срок, что, по-моему, среди ноября будет дефолт Греции. Ну вот, пожалуйста. Сегодняшняя новость, сегодня он сказал об этом. Но это вот как вопрос в том случае, да, что если вы должны немного денег, да, то вы зависите от кредитного. Да-да-да, совершенно. Ну, наверное, это высказывание, да, поможет быстрее договориться с тройкой, имеется по условиям, по текущим сейчас. Потому что та же самая Испания, судя по данным, за первую половину года, а цели по сокращению дефицита бюджета уже не выполняет. Вот. Ну, как бы вот. Вообще, конечно, очень странно. Я смотрю вот и на европейские рынки, и на евро, как она реагирует. Ну, вообще странно. Все ближе-ближе к утесу все подходит, да, а тут какой-то оптимизм. Еще один вопрос у нас есть, есть время на него ответить. По Европе Греция опять шарманку запустила, но это вот, видимо, о чем сейчас Валер сказал. Ой, дефолт, ой, дефолт в ноябре, да, совершенно верно. И еще и Кипр начал разговоры о том, что 5 миллиардов мне не хватает, сейчас уже 14 нужно. Ну, понятно. Тут очень любопытная была вчера, или там какая-то новость в том, что вы рядом с Грецией нашли какие-то безумные запасы нефти или газа. Сразу вспомнил фильм Ширли-Мэрли. Это нервное уже, видимо, это нервное. Нет, там на самом деле вопрос серьезный. Это, как я понял, участок, газовое месторождение очень большое. По-моему, его называют, точно не помню, кажется, Левиафан называют это месторождение. И оно расположено вот как раз где-то на участке Средиземного моря между Кипром, Израилем и, я так понимаю, и Сирия там тоже касается этого дела. То есть это очень серьезно, и Газпром туда сейчас уже старается проникнуть. То есть с Израилем уже ведутся переговоры на тему, чтобы Газпром был допущен к разработке вот этого месторождения. Месторождение очень большое, вплоть до того, что Израиль может стать экспортером газа. Как говорят, это существенно, да, разбалансирует силы, да, на рынке? Да, это, конечно, изменит газовый баланс в Южной Европе. То есть и Греция тоже получит свой, как говорится, свою часть. Так что это очень серьезно. Ну, это, ну, опять вот в теме, да, наших обсуждений. Это может ситуацию с Грецией, ну, в рамках Еврозоны каким-то улучшить? Нет, ну, это не тема, как говорится, завтрашней войны. То есть это разработка месторождения на годы вперед. А им нужно, так сказать, дожить вот буквально до ноября, да. До ноября не успеют это газовое месторождение разработать, точно. Ну, теоретически можно предположить такое, да, что есть некие инвесторы, которые говорят, о, смотри, там сколько денег, вы нас туда пустите, мы ему сейчас денег дадим, вы там со своими ребятами. А смысл пускать? Зачем? Потому что, ну... Давайте мы выйдем из еврозоны, да, объявим дефолт, возьмем Драхму и спокойно будем уже жить в новой реакции. Во-во-во-во. Не, ну, по-хорошему так и надо делать. А тут еще месторождение, ну, в общем, сказка. Мне вчера рассказывали, рассказывали, будучи в Греции, летом этого года, в одном из кафе, да, на счете, результате обеда, на счете, цифра была в евро и рядом в Драхмах. Ну, на самом деле, это был какой-то частный случай, видимо, да, потому что вот человек спросил, а зачем тебе Драхмах-то, взаиморасчеты? Драхмах не будет. Ну, на всякий случай, мало ли, что завтра будет. Он уже подстраховался. Ну, еще раз повторяю, это, видимо, такой частный случай, хотя логика, видите, в этом есть. И греки, наверное, все-таки, да, не сильно будут сопротивляться, да, если в конечном итоге выйдут еврозоны. Ну, на самом деле, там, в этом есть, конечно, определенный смысл, да, но вот есть определенные сомнения, что можно ли это сделать так уж безболезненно, как кажется, да, то есть... Безболезненно для кого? Для Греции или для еврозоны? Для Греции, в первую очередь, да, потому что вопрос там, какие долги будут конвертироваться, будут конвертироваться, на каких условиях и так далее. Ну, в общем, дефолт, он как-то проще смотрится. Дефолт решает проблемы сразу, да? Какие-то. Ну, не первая и не последняя страна, которая дефолт объявляет, но в конце концов. Первый раз... Для Греции он не первый будет тоже. Да, и для Греции не первый, да. Я как-то посмотрел, вот, в Википедии хронологию греческих дефолтов, там, по-моему, начинается с первой половины 19 века, там они вот идут... Хронология греческих дефолтов. Замечательно звучит. Итак, мы слушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Итак, продолжаем. Продолжаем разговор в эфире программы «Сухой остаток» на Финал-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем финансовые итоги недели. Напомню, в гостях сегодня Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордая Банка, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа Капитал». Опять нас занесло, без этого никуда, в дебри проблем Евросоюза. Действительно, вот я ловлю себя на мысли, даже не в рамках какого-то эфира, а где бы, о чем бы, да, не заходил разговор, касаемых финансов, рынков и прочего, обязательно, обязательно коснешься еврозоны Греции, Испании и же с ними. Давайте немножко отойдем, абстрагируемся, хотя я понимаю, что это сделать принципиально нельзя, и посмотрим на отечественной торговой площадке, что происходит там. Понятно, что, да, что, так сказать, отечественный рынок движется за своими старшими братьями. Мы видим сегодня рост в основных фоновых индексах, в основном наборе голубых фишек, насколько он длительно продолжится, насколько он долгосрочен, Валер, как вы думаете? Опять же, все, вернее, не все, а очень многое будет зависеть от возможных сюрпризов из Европы. Имеется, конечно, проблемные стороны, известно. Но все-таки надо быть готовым к тому, что вполне вероятно мы можем увидеть серьезный рост на нашем рынке до конца этого года, как, впрочем, и на развитых рынках, в первую очередь, конечно, в Америке. Я вот на днях на этой неделе такую интересную статью нашел в CNBC. Они ссылаются на одну компанию американскую, которая отслеживает ситуацию в хешфондах. И вот они пишут о том, что в этом году, где-то вот начиная со средины, ну, с июня, вот как раз у нас там локальное дно было по рынку, хешфонды недоинвестировали в рынок акций и большую часть средств инвестировали в рынок облигаций. Получилась ситуация, что, ну, вот на момент написания статьи, вот с этой локальной, как бы, с этого локального минимума S&P сделал ралли примерно 14%, а хешфонды сидят в облигациях, и там буквально несколько процентов прироста. Год заканчивается, они должны своим клиентам что-то объяснять. Ну, какие-то слова, конечно, не найдут, но как посмотрят на это клиенты, которые, так вы понимаете, деньги хешфонды дают для того, чтобы попытаться получить что-то большее, чем дает рынок. Поэтому не исключено в этой статье, конечно, не говорится о том, как они поступят, просто обрисовывать ситуацию, говорить, что она каким-то образом должна разрешиться. Ну, вот один из вариантов, вполне возможно, что хешфонды могут предпринять действия в плане перекладывания части своих ресурсов финансовых из рынка облигаций в рынок акций. Если это так, то тогда, конечно, учитывая, что хешфонды более склонны к риску, они придут на развивающиеся рынки, в том числе и в России, вполне возможно. И мы увидим вот это вот движение вверх. Ну, я примерно так себе представляю. Тем более предпосылки есть, базовые видео, вот мер стимулирования федерального резерва ИЦБ. Два уточнения буквально, да, Валер? Значит, это до конца года, да, мы рассматриваем? Вы рассматриваете? Ну, примерно, да. И цифры какие? Ну, по основным индикаторам РТС, МВБ, что там будет? Ну, я для себя, по крайней мере, надеюсь. Я не говорю, что я жду, я надеюсь. И это вы, да. Ну, что-то сверхъестественного нет, но по Майсексу, я думаю, что мы можем где-то выйти на уровень 1800-1900. Вот. Если действительно это ралли будет, то вполне возможно увидеть некий приток капитала, который повлияет на валютный курс. И в этом случае индекс РТС может выйти, с моей точки зрения, на уровень 2000-2100. Примерно так. Ну, что, это прилично. Это при... Это хорошие цифры, мне очень нравятся. Спасибо. Хороший прогноз. Хороший прогноз. Да, да. Ну, прогноз не правил, это точка зрения валюты. Нет, ну, здесь согласен, да, то, что вероятность того, что там будет ралли, я тоже поддерживаю в том плане, что действительно многие недоинвестированы в акции, многие сидят в облигациях, либо вообще в кэше, да, то есть на таком вот, на, опять же, на таком негативном новостном фоне. Но, честно говоря, я не думаю, что мы там увидим ралли вот именно до конца года. То есть у меня все-таки ожидание такое, что если роста будет, то, скорее всего, последующие коррекции, и это мы все увидим, ну, скажем так, не очень, не очень, скажем, быстро, не очень давно. Короче, до конца года, я вот в среднем погнулся, у меня все-таки остаюсь флотовой. Потому что, с одной стороны, да, мы видим, что действительно сейчас есть такой вот приток и в акции, да, и действительно мы видим в Россию там, то, что вот публиковались данные недавно о том, что в Россию идет приток, соответственно, средств на фонды рынок. Тем не менее, да, все-таки, вот общий новостной фонд по макроэкономике, да, в целом там по Китаю, там уже, да, собственно, очень, я, последний раз, весьма не очень, очень плохие прогнозы по росту ВВП этой страны до конца года. Я думаю, что вот это все не даст все-таки рынкам долго расти, да, то есть, грубо говоря, если действительно там сейчас вкладываются такие в хай-бета стоки, да, то есть сейчас, конечно, момент хороший, да, абсолютно, но все-таки, мне кажется, что тут риски сейчас очень высокие, действительно надо будет ловить момент, успеть поймать момент для продажи. Это, я думаю, даже будет более главным, чем, скажем так, формировать позиции. Ну, то есть, другими словами, в ближайшее время ты видишь продолжение боковика, да, может быть, такие-то уколы будут. Ну, скорее, да, то есть еще, я думаю, что да, еще мы, конечно, порастем, да, потому что сейчас все-таки такой моментум, да, что называется достаточно сильный, но вот я не уверен, что это продлится там до очень долго. Я понял, спасибо. Вопрос от слушателя Никиты, касаемо рубля, да, в связи с обсуждаемыми индексами, да, отечественными, логичными. Значит, Никита у нас активный спекулянт, судя по всему, и вопрос такой, как вы считаете, коснемся ли 30.80 по доллар-рубль? Ну, на самом деле, я сейчас на график посмотрел, мы практически сделали эту цель вчера, поэтому я не понимаю, откуда у тебя этот вопрос. А, сори, сори, сегодня сделали эту цель. Ну, там недоход небольшой. Стою в шортах по этому инструменту уже более недели. Сплошной скучный боковик. Вот вчера, сегодня движуха пошла, стоит надеяться на новый лоу. Значит, я напомню просто, что, значит, минимум ближайший 30.50 был у нас с 7-го сетера, ну, то есть вот после объявления Куе-3 федрезервом. Сделали мы 30.50, потом отскочили на фигуру практически 31.50, и действительно сейчас болтаемся в диапазоне. Ну, 38, тем не менее, вот он был сегодня. Я уж не знаю. Как ты видишь доллар-рубль, Володя? Да, собственно говоря, я на доллар-рубль не люблю смотреть. Я как больше экономист, макроэкономист смотрю на бивалютную корзину. Вот мне как-то она более роднее, да. И если смотреть на нее, то там как-то, в общем, особых движений-то последнее. Я пошутить хотел из них. Я на доллар и на рубль смотреть не люблю. Я люблю тратить их. Что на них смотреть? Да, что на них смотреть? Ну, хорошо, давай на корзине. Ну, а по корзине, собственно говоря, там действительно мы видим небольшое сейчас укрепление рубля, да. Но, в общем, в основном все-таки то, что мы видим сейчас движение рубля к доллару, это все-таки за евро-доллар. Да. Соответственно, вот по... И то, что мы увидим, да, это, собственно, пара евро-доллара, это, соответственно, вот это вот укрепление сейчас евро на этом таком локальном оптимизме, вызванном там, опять же, заявлениями Драги и же с ним. Как только это закончится, ну, собственно говоря, вот рубль у нас, я думаю, что доллар, я думаю, мы видим отскок. То есть я все-таки не верю в долгие, такое долгое укрепление евро. Опять же, да, то есть, что... Долговой кризис, опять же, Греция, они о себе еще, в общем... То есть в долгие укрепление евро ты не видишь, и как, ну, связь там есть, очевидно, и в долгие укрепление рубля ты не видишь. Соответственно, да. Спасибо. Валер, по поводу доллар-рубль, там, все остальное. Ну, я, может быть, начну с доллара-евро. Хорошо. Раскоснулись этого. Я все-таки считаю, что ситуация с доллара-евро, с моей точки зрения, поворачивается в сторону ослабления доллара. Так. То есть я так думаю, что мы увидим довольно большое движение, и, скорее всего, как я думаю, что где-то в районе, может быть, 1-4 мы можем быть. До конца года опять, да? Да, я предполагаю, таким образом. Ну, это серьезно. С моей точки зрения, что американская экономика, вы понимаете, сейчас она не нуждается в сильном долларе, потому что это будет воздействовать на бизнес компаний, крупных компаний. Ну, вот не секрет, конечно, все знают, что компании с индексом S&P 500, глобальные компании, примерно чуть меньше половины выручки, объема продаж получают за границей. Поэтому сильный доллар – это снижение выручки, снижение всех остальных показателей. Ну, это логично. А сильный евро для еврозоны, которая в кризисе, ну, практически в рецессии находится, это нормально? Ну, вы понимаете, не бывает здесь абсолютно кого-то выигравшего, кого-то приглашившего. Должна быть какая-то оптимальная, с точки зрения текущей ситуации, картина. Но я считаю, что все-таки сейчас лучше развиваться, лучше, чтобы развивались события в сторону укрепления евро и снижения доллара, потому что это поможет американской экономике. Поможет американской экономике, и есть надежда, что это поможет и всей остальной экономике. В этом, да, есть логика. Потому что если заниматься только с европейской экономикой, видеть там много стран, договориться им быстро, ну, никак не удается, мы тоже видим, это может продолжаться очень долго. То есть кто-то должен дать толчок всему этому. Я думаю, что где-то вот 1,4, это, скорее всего, такая равновесная точка, с моей точки зрения. А по рублю все-таки валят? Ну, по рублю, понимаете, как, что ослабление доллара, это предполагает рост сырьевых товаров, то есть они уже все оценены в доллары, поэтому это, возможно, окажет влияние положительное, ну, в сторону, вернее, не положительное, а влияние в сторону укрепления рубля. Какое будет, ну, я затрудняюсь сказать, потому что все-таки внутренние факторы есть некоторые особенные, поэтому я не готов сейчас выразить свои умы. Ничего страшного, я понял ваше мнение, в этой ситуации рубль будет укрепляться, и даже... Я бы не сказал, что долгосрочно, конечно, рубль смотрим на укрепление, по одной простой причине, опять же, показатель торгового баланса, цены на нефть и так далее. Ну, я, честно говоря, не думаю, что, скажем, даже тем же крупным экспортерам выгодно, там, пойдет цены на нефть, повышаясь с текущих уровней. Вот, а 100-110 долларов, это уже, опять же, да, при нижнем объеме импорта, да, и оттоки капитала, в целом это, в общем, такой более-менее равновесный уровень. То есть такого сильного давления, да, как вот там с точки зрения притока нефтедолларов, мы сейчас не видим. Следовательно, в общем, ну, опять же, рубль-доллар, да, это целиком сейчас вопрос, как бы аппетита к риску или, соответственно, бегство от риска. То есть, если мы видим там бегство из рисковых активов, здравствуй, доллар, да, видим аппетит к риску, здравствуйте все остальные валюты. Ну, а тема нефти в рубле сейчас, она сидит? Насколько глубоко? Тема нефти в рубле? Да. Ну, я думаю, что сейчас это скорее нейтрально. Нейтрально. Вот смотри, есть вопрос от Игоря. Был такой момент на этой неделе, действительно, он был этот момент, это было позавчера, когда бренд падал до 107, ну, вот прокол был, помните? А доллар-рубль практически как вкопанный стоял. Ну, собственно говоря, это вопрос, опять же, евро, посмотрите, как вел себя в этот момент. И рубль в бивалютной корзине. Ну, то есть, рубль удерживался за счет движения в евро-рубль, да? Ну, собственно, да. То есть, бивалю... Могло быть какое-то чисто техническое колебание, то есть, оно не носило фундаментального характера, ну, по каким-то причинам кто-то, вот, может быть, открыл или закрыл какие-то позиции. В том числе, кстати. Ну, действительно, я с вами соглашусь, вполне возможны и такие, да, истории просто, а уж так традиционно мы все время жестко привязываем, да? Курс рубля или, там, движение в рубле обязательно к ценам. Ну, там корреляция есть, но она не на дневных, не на часовых графиках, естественно, да? То есть, она скорее проявляется, там, на уровне, там, месяцев, недель. Ну, дневные тоже, я уж... И часовые, я соглашусь. Ну, так, дневные тоже, там, как называется, если, конечно, правильно подкрутить, там, где-то взять правильный масштаб и так далее, то да. А вообще, лучше, конечно, смотреть на недельных и лучше даже еще месячных. Хорошо, смотри. Здравствуйте. Александр спрашивает. Скажите, пожалуйста, наиболее вероятно по доллару рубль 29 или 35? А то все аналитики обещают 36 и выше, а уже не верится. Ну, видимо, тоже стоит в лонгах, да, 29 или 35? Ну, то есть, опять, да, вот, точка что озвученной вами позиции. Я так понимаю, Валер все-таки смотрит вниз, да, на укрепление рубля, а ты смотришь вверх. Ну, не до 35. Ну, а что, 35-34, это майские хаи, там, что-то там. Ну, опять же, да, ну, слушайте, в мае там все-таки было такое. Может быть, конечно, да, в следующем мае увидим. В следующем мае? Ты только в мае, да, такие движения предпочитаешь видеть? Ну, как-то вот сложилось уже в последние годы, что в мае у нас такой месяц. Раньше был август, сейчас май. Ну, весной все-таки проще это, да? Хотя август, лето. Ну, там, на самом деле, несколько моментов, да, то есть на российском рынке там еще конец выпорта дивидендов, соответственно. Володь, Володь, я прошу прощения, давайте мы слушаем новости, а потом продолжим этот разговор. Итак, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы подводим финансовые итоги недели. Ну, и, собственно, последняя часть нашей программы. Время летит быстро, как-то я все время ловлю себя на мысли, что, да, вроде бы ничего не обсудили, а уже закончилось. Я, кстати, думал о том, что надо напомнить телефон. У нас много вопросов, они все в основном через интернет, а телефон забыли. 65, 10, 99,6, код Москвы 495. Я вспомнил песню сразу известную. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради бога. И вот я смотрю, телефон заработал. Может быть, действительно, это тот самый, тот самый вожделенный слушатель. Значит, пока он дозванивается, я хотел бы, я хотел бы, ну, давайте послушаем его. Итак, Владимир у нас на связи. Владимир, добрый вечер, говорите. Да, добрый вечер. Ну, может быть, вопрос такой интересный, но все мучает меня. А вот американские индексы, да, даже когда падают, есть масса компаний, которые растут. Чего нету уж в России точно, да, если нет каких-то инсайдерских компаний. И нету в Европе, да, в Европе рецессия, там, может быть, мало компаний в индексах, да, там, 30, 40, если там так. Ну, и вот нет ли такого ощущения, что чего бы не было в мире, вот в Америке даже, исходя из этого, что компании растут против падения всего рынка, что все-таки Америка сильная страна, и там, видимо, умнее ребята все, и если не будет очередного... И толще, и толще, я бы добавил. Если не будет очередного Лемон Бразер, то там, ну, даже Греция там, или что-то, все равно они как-то в своем мире, у них-то индекс нормальный, все шпарит вверх, и вот такой вопрос. Понятно. Ну, вы как, это, с восторгом об этом говорите, или все-таки вы печалитесь по этому поводу, будучи патриотом? Ну, я, да, патриот, но я с восторгом о них говорю. То есть они молодцы все-таки? Они молодцы, да, они вот на всех как бы... Ну, понятно, да, что они сделали. Спасибо, Владимир, спасибо. Валент, согласись, нет? Ну, я так и не понял вопрос, если я по комментарии дам по этому поводу. Я перефразирую. Я так понимаю, Владимир имел в виду, что индексы, если падают, ну, я могу считать... Хотя бы где-то можно спастись. Да, то масса компаний есть в Америке, да, которые в данном случае защитой будут, они вот все равно прут против рынка, и нормально. А у нас, если уж все валятся, так все валится, и ничего не устоит. И это, говорит Владимир, да, это как раз признаки сильной американской экономики. С этим сложно спорить, наверное. Это признаки сильной американской экономики. Все-таки она устойчива, несмотря на любые штормы, да. Вот. И говорит он о том, что это круто. Согласен, нет? Ну, я сразу могу сказать, что когда говорим в таком включении, надо говорить о массе. Массы компаний не бывает. Когда рынок падает, находятся некоторые компании, которые могут двигаться, это про нас сейчас, да? Нет, я про американский рынок сейчас говорю. Понятно, что американская экономика достаточно сильная, сильно диверсифицирована, то есть там нет зависимости от какого-то одного сектора экономического, поэтому экономика представлена очень разнообразной, и действительно есть возможность как-то распределить свои активы и сгладить те или иные риски. В отношении нашего рынка сравнение просто могу сказать, вот у меня такая небольшая статистика, я делал для себя. С начала года среднедневные обороты по наиболее ликвидным бумагам российским, первые 10 эмитентов делают примерно 86% всего рынка, 10 эмитентов. То есть они и есть рынок, проще говоря. Если даже с чего сузить, то там где-то 5-6-7 эмитентов они практически делают весь рынок. И наша, сами понимаете, экономика, она очень сильно зависит от сырьевого сектора, что тут говорить, поэтому и удивляться нечего. Ну, ответ очевиден. Слабая диверсификация, это как раз и есть причина. Не, ну, я тут бы не совсем согласился бы, конечно, с таким заявлением, что вот только в США это такое происходит. Потому что в России, конечно, тоже компании есть, которые могут пилеть против рынка. Ну, какие, например? Ну, хорошо, прибыли какой-нибудь пример. Если нефтянка будет валиться на нефти, кто там встанет против? Я подчеркиваю, речь идет о ликвидных компаниях. Когда речь идет о очень низко ликвидных бумагах, там можно запустить, скажем, 100 тысяч рублей и вызвать бурю в стакане воды. Я, собственно, и говорю о том, что если мы говорим о эшелоне, понятно. Там, конечно, все закоррелировано очень сильно. Нет, имеется в виду, конечно, первого, второго, третьего круга даже может быть. Выпадет. Ну, вообще, в целом, идея о том, опять же, то, что наши управляющие, например, делают, что в последнем действительно очень такой вопрос о том, во что инвестировать. Потому что, действительно, в российский, на рынке российском, действительно, как-то из ликвидных бумаг выберет особо нечего. Что ни возьми, получаешь индексы, как ни крути. Вот. Поэтому, естественно, то есть попытки, конечно, для институционных инвесторов, это, наверное, действительно попытки идти за рубеж. То есть расширять круг инвестированных бумаг, там, и так далее. Вот. А что касается на российском рынке, то это обычно все-таки такая идея основная, это брать только точечные идеи. То есть, вот идея индекса, она как-то вот себя достаточно сильно подочерпала в последнее время. Да-да. Хорошо, есть вопрос. Есть вопрос от Андрея. Сегодня смотрел Распадскую, пишет Андрей, по состоянию на 18.33, цена 7.7.65, минус почти 2%. Я подобрал немного на отскок. Ваш опыт цены хорошо, 77.27, 77.40. По графикам месячным, недельным, рост был на новости по Евразу, а то, что сейчас все еще корректируемся или есть какой-то негатив. Ну, я так понимаю, графика у меня нет, я так понимаю, когда Андрей писал, да, значит, цена пошла вниз. Есть какой-то негатив или корректируемся, то есть, что держать ему, продолжать. Прям забавно, я так понимаю, что все-таки Андрей, это у нас спекулянта ориентируется на месячные, недельные графики. опять же, да, тут вопрос, как бы, момента, да. Ну, вообще, что по поводу распадской, Володь? Да что можно сказать, в принципе? Ну, смотрите, там по-хорошему, в общем, не знаю, у меня пока больше все-таки вопросов, чем ответов по поводу этой, ну, вообще в целом этой истории, да, то есть, действительно, вроде как будут выкупать, ну, и на этом, естественно, там такой был рост, но вот, опять же, да, вопрос, то есть, слухов до этого много разных ходило, да, и, в общем, говорить о том, что вот там менеджмент евраза сейчас будет прям вот разбрасываться деньгами, ну, либо действительно, там, стеклить серьезные намерения, либо это, в общем, просто какой-то, скажем, очередной там, не знаю, идея, которая может быть. У нас 16 плюс у нас, ну, забывай, Валер, что с Распадской? Я могу только сказать, что, скорее всего, с Распадской есть некоторое разочарование, как мне кажется, потому что люди надеялись, может быть, услышать какие-то слова в отношении возможной оферты, то есть, докупить остальные, остальную дочку. Надежды на это были, по крайней мере. 18 процентов, да, вот, и, конечно, естественно, надежды были, что за хорошую цену, а слов пока таких нету по поводу оферты, в общем, какая-то сложилась неопределенность, а рынок больше всего не любит неопределенность. Совершенно верно, абсолютно. Отсюда такое разочарование. Ну, то есть, да, одно дело просить, как-то у вас есть, уже цена, второе дело просить вероятность. Вероятность. Еще один вопрос от Владимира Романовского. 75, значит, это вот, его, ну, его данность, да, я цитирую, 75 процентов денег в долларах у него, оставшиеся 25 процентов в рублях. Все на депозитах, мультивалютных депозитах. Вопрос, перевести рубли в доллар или остаться в них? 25 процентов, все раз повторю, у него в рублях находится. Ну, скажем так, да, если по, там, рубль-доллар, да, то долгосрочно, ну, по крайней мере, там, если там, мой там, горизонт, там, год-полтора, да, ну, я в целом сохраняю такой достаточно умеренно, пессимистичный, ну, так же, скажем так, нейтральный взгляд на рынок, да, я думаю, что все-таки потенциала укрепления у рубля особого нет, да, но я вот одновременно не вижу такого, прямо вот, очень жесткого, там, потенциала для ослабления, то есть, если ставка по рублевому депозиту существенно выше, ну, наверное, ну, собственно говоря, это нормальная компенсация за валютные риски, но единственная проблема, да, что есть, так называемый, tail risk, да, для рубля, да, и он, к сожалению, только один, это резкое его ослабление, потому что, если мы говорим про рубль-доллар, да, то, да, они могут колебаться. Извини, пожалуйста, во-первых, структура портфеля, да, вот у него есть такой бивалютная корзина, да, как ты любишь, вот она 75 на 25, доллар-рубль, это нормально, Валер, как ты? Вообще, вот, услышав эти цифры, я как-то удивляюсь, потому что обычно наши вот большие экономисты советуют все взять и поделить на три части, рубль, доллар, евро, евро уже, а тут 75-25, то есть, что-то у человека, какая-то специфика есть, то есть, надо понять, какие все-таки у него цели стоят, какие у него затраты, если они предполагаются в валюте, тогда это один ответ, если предполагается в рублях, другое ответ. Вот я боюсь, так сказать, ошибиться. Если бы это 50 на 50, когда что-то говорят, какой-то вот такой перекос, он отраживает. Вот, Валера, хорошая тема, какие цели у человека, который формирует бивалютную квартиру, 75 в долларах, 25 в рублях, мне кажется, может просто так исторически сложить. Люблю, люблю я. Мне кажется, очевидно, что это инвестиционные цели, все-таки он больше в доллар в качестве сохранения, наверное, он зарабатывает на рублях, да, причем там, естественно, больше процентная ставка по депозитам, но он сознательно... Ну, тут опять же вопрос, какая цель? Это поспекулировать или все-таки как-то... Нет, ну, если доллар, банковский депозит, ну, какая-то... Слушайте, ну, тогда, я так понимаю, что эти деньги лежат на черный день, да, в целом на случай, если будет... Вот он говорит, перевести рубли в доллары от греха подать. Ты же наговорил сегодня то, что рубль будет падать. Он и боится, поэтому, может, все в доллары перевести, ну, его нафиг. А? Да, опять же, да, ну, собственно, я думаю, 25% рублей это не такое... Не так много, конечно. Не так много, конечно. А конвертировать туда-сюда, ну, это, в общем, тоже будет себе дороже. Ну, в общем, оставляем, да, вполне нормальный портфель, естественно, опять-таки, если задача вот такая, да, среднедолгосрочный инвестиционный портфель. Андрей, кстати, вдогонку мне, Олег, ну, то, что про Адспатской, да, позицию озвучил свою, он говорит, Олег, позиции около недели, он стоит около недели в подвесе. Вот. А месячные графики для общей картины. Ну, я его пожурил за то, что спекулянт, там, да, у нас интродэй, или там, скальпер, ну, не скальпер, конечно. Не знаю, спипсовов интродэй. Да, 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 а на месячные графики сможешь. Какой, зачем они тянули? Нет, это так для общей. Ну, это нормально, на самом деле. Молодец, Андрей, для общей картины. Общая картина должна быть обязательно. Даже внутри, да, какой-то краткосрочной стратегии ты должен общую картину маслом обязательно ввести. Ладно, хорошо. Значит, осталась у нас практически минута эфира. Я буду подводить итоги. Я буду подводить итоги. Ну, и они, в большинстве случаев, позитивны, потому что действительно, Валера, прежде всего, да, озвучиваю его позицию. С технической точки зрения основной набор, да, финансовых инструментов находятся, продолжая находиться в рамках восходящих трендов, которые были, так сказать, которые получили свое рождение, или начало свое, да, после объявления об этапе количественных мягчений в ведущих банках мира. Все, что мы видели на прошлой неделе, это коррекция, да, можно фибоначи было рисовать, не рисовать, но, тем не менее, это движение продолжается, и дай бог. Финансовые итоги неплохие. Я надеюсь, что это движение вы использовали для того, чтобы обогатиться. Я напоминаю, что в гостях сегодня Валерий Едокимов, главный аналитик Нордаево банка, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики продающей компанией Альфа Капитал. Учитывая, что впереди выходные, я буду прощаться с следующей фразой, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Рынок – это целая жизнь, но жизнь – это не только рынок, поэтому живите полной жизнью и успехов на рынке. Спасибо за внимание. До свидания.